Вейкап, с вами Вова Кэс. Конечно же не могу не напомнить, что новые зрители обязаны подписаться и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе самых интересных и качественных новостей. Дорогулькины, давайте соберем хотя бы 30 тысяч лайков. Для вас это не что, а для меня прикольно и весело. И полетели. Морган Штерн покатал выпускников на Кадиллаке. Маша Маева впервые вышла на связь после того, как не стала ее матери. Бывшая жена Гуфа Айза назвала Настю Явлееву быдлом. А инстасамочка снова взялась за старое. 29 июня свой день рождения празднует Мари Сен. Сегодня у кого день рождения. Сегодня я такая красивая. Ей исполнилось 27 лет. Бывший Мари Герман прислал ей букет цветов и кроссовки Гуччи. Спасибо, Георган. Спасибо большое. Мне очень приятно. А вот Влад Беринич, с которым Мари Сен активно шиперит, подарил ей пианино. Брайан Мапс и Анастаси, скорее всего, снимают совместный контент. По крайней мере, Максим опубликовал серию новых фото с Настей. Пишите, а вы ждете их коллаб? Маша Маева впервые вышла на связь после того, как не стала ее матери. Напомню, что у женщины был коронавирус. Мне не до конца пришло осознание того, что ее еще... Того, что ее нет. Не представляете, насколько это все страшно. Некоторые начали обвинять Машу в хайпе на горе. Но по ее словам, она решила публично обо всем рассказать, потому что ей так легче справиться. Хочется делиться для того, чтобы раскрутить себя эмоционально. Это разряжает, когда все поддерживают. Кто скажете, стоит ли выносить свои чувства на публику? Бывшая жена Гуфа Айза назвала Настю Ивлееву быдлом. По ее словам, дорогой шмот не сделает из нее человека. Можно кого угодно вывезти из деревни, но деревня в человеке будет внутри вечно. Ивлеева уже отреагировала на нападки. Она призвала Айзу жить дружно. Интересно, а вы тоже считаете Настю деревенским быдлом? Во ВКонтакте прошел онлайн-концерт для выпускников. На сцене выступили Тима Белорусских, Тимаси, Баста, Нелета и другие. Специальным гостем стал Моргенштейн, который ранее запустил ВК-челлендж, в котором нужно было снять клип на трек «Кадиллак». Победителей Алишер покатал по Москве на своем «Кадиллаке». Вы выиграли, получается, поездку с водителем. Шикарный автомобиль, теперь он мой, скорее. Надеюсь, вы вас определили. Инстасамка как только может продвигает новый трек своего парня. Чтобы получить 100 кэсов рублей или место в ее гиве, от которого придет 100 тысяч подписчиков, Дашка придумала конкурс. Условия следующие. Добавляем аудиозапись к себе ВКонтакте, ставим на репит, ставим телефон на зарядочку, подключаемся к Wi-Fi и ложимся спать. Тот, кто продержится дольше всего, получит либо 100 тысяч подписчиков, либо 100 тысяч рублей. Напомню, что еще недавно самка заявляла, что не хочет привлекать зрителей деньгами. Я не хочу своих зрителей дразнить вот так деньгами, тачками, конкурсами, айфонами, для того, чтобы набрать просмотров, как раньше. То есть мотивировать людей деньгами смотреть видосы, это плохо. А слушать треки за деньги, это норм. Дорогулькины, многим из вас не пришло оповещание про предыдущее видео. Вот здесь оно. Оно интересное, хорошее, полезное вам. И я бы очень хотел, чтобы мы собрали 30 тысяч лайков. Это так мало, но так приятно. И 3 тысячи дизлайков. Буду очень благодарен. Всем пока.